Приветствую вас! Что увидел я? Много запретов, чувства вины, я бы сказал, наверное, даже такое гипертрансированное чувство вины, да? То есть, вот, вы понимаете, что поступаете неправильно, понимаете, что нужно было, ну, что не нужно было есть, да, не нужно было так много, как бы, переедать, вот, но вы всё равно это делаете, всё равно переедаете, и это говорит о том, что вы себе очень много всего запрещаете, то есть любая зависимость, это запреты, это потребности, неудовлетворённые потребности и так далее, и, соответственно, здесь вам требуется себе разрешить, разрешить себе хотеть того, что вы хотите, и разрешить себе хотеть того, что вы, как раз таки, не можете себе позволить. Почему? Ага, потому что вам это запрещает, вам это запрещает, как раз, вот, то самое чувство вины, которое с вами присутствует, которое у вас присутствует, понимаете, да? Вот, и, соответственно, ничего удивительного в том, что вы себя вините, вините мне, нет, вините вы себя, значит, скорее всего, внутренним родителям, то есть внутренний голос, ну, голос, вот, то, как вы себя вините, это как бы вас говорит Ваш родитель внутренний, и, соответственно, говорит вам, что ты должна перестать, ты не должна так делать, ты должна вести себя, там, по-другому, ты должна худеть и так далее, тебе надо худеть, вот. Ну, ну, а, это же негативная установка идет для вас, понимаете? Поэтому тут нужно, тут нужно разбираться, значит, много запретов, неудовлетворенность. Тотальная неудовлетворенность, соответственно, приводит к тому, что вы заедаете, для вас это единственный способ получить то, что вы, вот, хотите, то, что вам важно, да? То, что, ну, то, что, ну, то, к чему лежит у вас душа, душа, сердце, для вас это единственная возможность, вот. Это пиарь, вот. Значит, и далее, это отсутствие цели. Вы говорите, похудеть. А, для чего похудеть? Зачем вам это нужно? Какую цель вы хотите достичь похудителям? Ставите ли вы себе цели какие-то такие более, знаете, как это сказать, более, более достижимые, более адекватные? Опять же, вопрос. Потому что, как это видится мне, цели вы эти себе не ставите. А цели довольно, ну, тяжело достижимые. А более приближенные цели к себе, вы их, как-то, вот, не реализуете. Опять же, потому что нету, нет четкой цели у вас. Чтобы четкая цель была, нужно, чтобы эта цель, чтобы эта цель появилась в результате оформления ваших желаний. А ваши желания, ваши желания, они, как бы, оформляются, да, они оформляются, именно, только, исключительно, через, через, вот, контекст потребности. Контекст потребности и контекст, вот, того, что вы заедаете. Это не есть правильное, это деструктивный довольно, ну, деструктивная модель поведения. Понимаете? Я надеюсь. Вот. Поэтому, 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 исходя из того, что мы сказали, необходимо, чтобы вы все-таки четкие цели, которые являлись бы результатом ваших желаний, сформировали бы. Это, значит, вот такой момент, такой момент. Далее, вы говорите о том, что, о, 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 сегодня весь день ел. А, почему вы можете позволить себе? Вы не работаете, не учитесь. Непонятно. Почему вы себя вините? Зачем вы себя вините? Понимаете? Вы потому и переедаете, что вините себя. Запрещаете себе. Не позволяете себе. Делаете себя несвободной. Отсюда и появляется потребность в получении удовольствия, которое для вас является еда. Далее. Что дает вам еда? Какие чувства? Какие ощущения? Какие мысли возникают в этот момент? Ну, помимо обвинения. Помимо, помимо. Обвинения. Конечно, конечно. Далее. Так. Понимаешь, что надо перестать и забить, и настроиться, и всё начать снова, свой путь к похудению. Зачем? Для чего? Понимаете, да? То есть непонятно. Есть какие-то установки, есть какие-то... обязанности, есть какие-то директивы, но кому эти директивы нужны, вам они нужны, или окружающим вам нужны эти директивы, не очень так понятно. Значит, вы говорите, что что-то депрессия, и винил себя, и в итоге ничего не учил. Ну, депрессия, это вообще заболевание, которое диагностируется врачом. Если у вас есть подозрение на депрессию, обратитесь, пожалуйста, в неврологический центр, психоневрологический центр. Депрессия, который вам там поставит диагноз, или назначит лечение. Опять же, ничего не учу, пишите вы. А зачем? Для чего вы учитесь? Кто вообще определяет то, что вы делаете в своей жизни? Вот подумайте об этом, пожалуйста. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.